Уважаемая аудитория, продолжение нашего разговора о взаимодействии культур русской и казахской после разговора об Абабае Кунамбаеве как переводчике-интерпретаторе Михаила Юрьевича Лермонтова. О типологических схождениях и общности предпосылок евразийства у Достоевского и Вариханова мне хочется предложить вам перейти к истории культуры XX века, к исторической трилогии Юрия Николаевича Тынянова и о том, какую роль имела судьба исторической трилогии Тынянова, особенно критика в адрес его романа «Смерть Вазир Мухтара», посвященного Грибоедову для первого казахского исторического романа об Абабае, романа Мухтара Уэзова. Поэтому я и назвала тему пятой лекции, сформулировала ее в таком аспекте. Роман Тынянова «Авторская концепция истории». Дело в том, что Тынянов вместе с его друзьями Виктором Шкловским, Борисом Махенбаумом и Виктором Жермунским, который позднее отошел от этого кружка, был формалистом, то есть проповедовал идеи формального анализа. И вот когда сегодня Игорь Витальевич в лекции говорил о том, что при изучении поэтики надо не начинать с того, как сделана вещь, а приходить к этому, он имел в виду как раз работы формалистов. Как сделана Шинель Гоголя, знаменитая статья Махенбаума, и вообще исследование того же героя нашего времени, у Бориса Томашевского тоже было выполнено во многом в духе влияния русского формализма. И, конечно же, увлечение формализмом, как методологией, как школой, оказало большое влияние на литературное творчество Юрия Тынянова. Не все считали Тынянова талантливым писателем. Отрицательно относился к романам Тынянова, например, Владислав Ходосинич. Мертворожденными считал его романы «Друг» и отошедший от формализма, отпочковавшийся потом знаменитый Виктор Михайлович Жермунский. Но с точки зрения формальной логики, он говорил, это безупречно написанные романы. Но отношение к романам Тынянова было очень неоднозначным не только в советское, но и в постсоветское время. И предлагаю сегодня сделать небольшой обзор по его трилогии. Роман «Кюхля. Почему я через кавычки беру метафоры истории и юродства? И почему первый вопрос — это вопрос о соотношении литературного творчества и научных теорий Юрия Тынянова?» Дело в том, что безусловным для современников Тынянова и современных исследователей наших уже современников безусловно было влияние его научных изысканий на практику написания исторического романа. Другое дело, что не всегда это отношение науки и литературного творчества оценивалось благотворно. Например, если в свое время считали, что наука Тынянова имела благотворное влияние на романы, то в начале 2000-х годов Михаил Леонович Гаспаров, который в свое время вывел в формулу трех соотношений билетристики и науки в романах Тынянова, говорит о том, что где-то Тынянов сильнее, как писатель, где-то он сильнее, как исследователь. Об этом я скажу чуть подробнее. Но романы Тынянова всегда были необычными не только для его современников, а начинал он в 30-х годах писать романы, но и для последующего читателя. Во-первых, был необычен выбор героев и событий для своего творчества. Он выбирал всегда людей, которые были не совсем поняты своим временем и не совсем справедливо были оценены потомками. Например, Кихельбекер. Это был человек, который был создан для литературных неудач, считая его современники. Это была такая комичная фигура. Он учился в лицее с Пушкиным. Он был его любимым другом, что не мешало Пушкину писать на него такие злые и жестокие эпиграммы, что после одной из них Кюхля, это то ласковое прозвище, которое Пушкин дал Вильгельму, Кюхельбекеру, что Кюхля побежал топиться, а его спасли его же лицейские друзья. И этот человек был очень даровитым, он очень много написал, но это было не оценено ни современниками, ни потомками. И вот эта задача очень благородная и подвижническая у Танянова открыть для истории, для культуры, для народа неоцененного, недооцененного человека, показать его во весь рост и как человека, и как гражданина, и написать именно в жанре исторического романа. Вот этот замысел, который положил начало первому роману для юношества, то есть это был роман госзаказа, Танянову заказали написать роман об одном из декабристов. Кюхля был дружен с декабристами. При своей такой внешней комичности, положении жизни, репутации чудака, репутации неудачника, этот человек разделил судьбу со многими декабристами. И когда многие были помилованы и могли вернуться в Петербург, Кюхля остался там, в Сибири. Он женился на необразованной женщине из местного племени. Они родили там 10 или 11 детей. И он, сидя там, оставил сундуки литературного и философского наследия, которые не были открыты, до Танянова. Так он пришел к роману Кюхля. Он написал за рекордный срок, за 26 дней этот роман. Но он дал совершенно неожиданный образ. Были недовольны этим романом. Разве это роман о декабризме, на примере которого нужно воспитывать героическую молодежь. И действительно, роман написан необычно именно потому, что он написан в концептах такой антиномии юродства. Вы знаете, что институт юродства в Средней Руси был институтом правдоискательства. Об анонимной концепции юродства, как концепции правдоискательства, очень много писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, много писал Панченко. И говоря о очень своеобразно трактуемой Таняновым метафоре истории и декабризме, и его месте, социальной, общественной, литературной жизни России, Танянов пошел совершенно неожиданными путями. В нем еще очень силен вот этот дух формализма. И за что он и подвергся абструкции не только как автор романа «Кюхля», но и как автор следующих двух романов. «Смерть Вазира Мухтара». Как начался этот роман? Дело в том, что еще будучи студентом Петербургского университета, будучи студентом второго курса или третьего, в 20 лет, Танянов написал курсовую работу «Танянов и Достоевский». Она до сих пор актуальна и привлекается многими учеными. Там он говорит о теории пародии Гоголя и Достоевский. Она до сих пор не потеряла актуального значения. Там он говорит о вечности Гоголя. Он говорит о том, что как бы Достоевский не пытался дистанцироваться от Гоголя, и как ни парадоксально, как он не пародировал Гоголя, и доходил даже до кощунственных пародий в своем творчестве, но, тем не менее, как ни странно, не было более верного и последовательного ученика у Гоголя, чем Достоевский. Об этом он говорил в курсовой работе, которую он писал Танянов в семинаре Венгерова. Но при всем том, что Танянов написал революционную работу о проблеме стихотворного языка в области стиховедения, вы будете ее изучать, где он ввел понятие тесноты стихового ряда. Это был не только замечательный исследователь, который обладал в те времена самым редким и богатым архивом Грибоедова. И он сказал, когда я собрал и прочитал все, что написано о Грибоедове, то мне стало страшно за него и грустно. Как он был не понят ни современниками, ни ближайшими друзьями. Это был самый грустный человек эпохи. И это привело его к написанию романа «Смерть Вадима Мухтара». Роман повергся жесточайшей обструкции в советском обществе, советской критике. Этот отголосок сохраняется до сих пор. И вообще романы недооценивают Танянова, считая это игрой формализма с билетристикой. Хотя отношение билетристики и науки, этот союз был очень модным в 30-е годы, когда общество переживало всплеск интереса к историческому роману. Фатализм, как ракурс прочтения романа, он может интерпретироваться очень широко по отношению к роману Танянова о Грибоедове. У него фатализм в судьбе Грибоедова предмет исследования, фатализм, как роковое стечение обстоятельств человека, который знал, что он едет на верную смерть в Персию, но он поехал туда, потому что он выполнял свой долг посланника. Это очень интересный тематический поворот для формалиста. И как ни парадоксально, злая ирония в том, что обвиняли Танянова и отказали ему в праве считаться романистом, писателем, вообще открывателем Грибоедова, человека, которым реабилитировал Грибоедова, оставившего след как человека желчного, злого, неуживчивого, который был любовником жены своего друга Фадея Булгарина и так далее. А на самом деле этот грустный человек, написавший непонятую до конца, а прочтенную в социально-политическом ключе комедию. Неизвестен был его тонкий, ранимый талант, автор музыкальных пьес. Не только об этом, его неожиданной жизни и его любви, и женись бина, они не чучеват, запишет Танянов. Он пытается понять вот эту прихотливую игру истории с человеком. Однажды это сделал Пушкин в «Капитанской дочке», поломав все канонные художественные прозы и вообще выведя прозу, я имею в виду Пушкина, из периферийного ряда, и сделав прозу вообще достоянием зоны высокой литературы. Танянов идет не совсем теми путями, которые проложил Пушкин до него, но во всяком случае, раскрывая вот эту игру фатальных обстоятельств истории с человеком, он пытается разгадать судьбу этого грустного человека. И обратите внимание, уже с первого романа Танянов пошел своеобразным путем. Он называет свои романы даже не именами, как это было принято в практике исторического жанра, вообще начиная с Ложечникова, да, а называет прозвищами героев. И в этом тоже есть определенный художественный прием, который позволяет нам увидеть своеобразие Танянова, биографа, писателя, исследователя. И, наконец, третий роман Пушкин. К этому времени Танянов был очень серьезно болен туберкулезом костей. Вообще судьба Танянова удивительная. Вы знаете, что один из формалистов Романа Николаевна эмигрировал, да, основал пражский инвестический кружок. Томашевский находился, простите, Виктор Шковский, периодически под угрозой ареста и подумывал эмигрировать в Германию, но в итоге остался. А Танянова в самый разгар репрессии, да, в 1936-1937 году отпускали в Германию лечиться от туберкулеза костей. И вот Роман Пушкин и его детище, в это время он тяжело болел, и Шковский говорил, когда мы приходили к нему, у него не было сил разговаривать, только одно слово могло его заставить оживиться и говорить часами. Это было имя Пушкина. Но Пушкин остался у него замыслом. Он хотел написать трилогию, а осуществил только треть своего замысла. Но тем не менее, даже в жанре этого замысла произведение позволяет говорить о зрелости романа. Поэтому даже в этом незавершённом, как считается, романе, своего рода структурная целостность, содержательная целостность обусловлена тем, что он сумел здесь создать, в отличие от первых двух романов, третий вариант, третью модификацию исторического жанра, исторического романа, и дать третий вариант взаимоотношений человека и истории. Что есть история в жизни отдельного человека? Что есть история, если это человек-писатель? И отделима ли литературная судьба от судьбы личной? Он ставит одни вопросы в трёх романах, но в вариантах трёх судеб он даёт три разных варианта решения. Тынянова называли одним из немногих основателей советской исторической прозы. Гинсбург и Лидия Гинсбург и Борис Эхимбаум писали, что в научном исследовании Тынянова, архаиста и Пушкин уже содержатся завязки всех его будущих романов. И не случайно роман Кюхля характеризовали как художественную монографию, «Смерть Вазира Мухтара» как научный роман, а роман о Пушкине как историческую хронику. Историческую романистику Тынянова традиционно рассматривали как продолжение его научных методологических установок. В статье «Как мы пишем» Тынянов делится своими мыслями о том, кто неизбежно привлекал его внимание как романиста. Я уважаю шершавых недоделанных неудачников, бормотателей, за которых нужно договаривать. Я люблю провинциалов, в которых неуклюже пластуется история, и которые поэтому риски на поворотах. Друг, назови меня по имени. Вот он, называя по-настоящему имени, называя псевдонимом, на самом деле переворачивает отношения текста и подтекста, он размышляет о подлинном и ложном, и разоблачая, разбивая те ложные впечатления, которые остались об этих шершавых неудачниках, он пытается не только показать в полный рост и реабилитировать этого человека, он хочет показать не просто его истинную сущность. Это историческая была фигура. И говорят, что, то есть, простите, в работе «Промежуток» Танянов говорит, слепота современников всегда сознательна. То есть для того, чтобы понять человека, нужно отойти от него на несколько лет, на несколько десятилетий. Мы, живя с этим человеком, мы слепы, мы не можем понять его истинную сущность. Надо отойти на несколько десятилетий. Используя такую прерогативу отдалённого в исторической проекции человека времени, он пытается создать свою культурно-историческую концепцию. Он отбирал поэтов для своей эпохи и представлял потомству право воскрешать отвергнуто. В письме к Виктору Шкловскому от 31 марта 1929 года Танянов писал, он не собирался становиться романистом. Я против монументального стиля во всём. Я смотрю на свои романы, как на опыты научной фантазии и только. Вот опережая наш разговор о его романе «Пушкин», в частности, в романе «Пушкин» он стремился снять вот этот грим, наложенный на Пушкина, Пушкиново ведоми. Когда вы будете изучать историю литературы русского постмодернизма и Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным», вы увидите, что в постмодернистском духе попытка снять грим, наложенный Пушкиново ведоми, привела к деконструкции Пушкина. Когда в жанре анекдота создаётся образ Пушкина, Пушкин близок одинаково и бандитам, старому лагернику, с которым сидел Абрам Терц, и одинаково близок людям из академического круга. А вот здесь Тунянов говорит, я думаю, что биетристика на историческом материале скоро пройдёт и будет биетристика на теории. У нас настоящее теоретическое время. Мысль Тунянова перекликается с мыслью Юрия Михайловича Лотмана, который написал огромный том, вы знаете монографию «Познание Карамзина». И исследуя прозу Карамзина, Лотман пишет, «Историю государства нет, пока историк не рассказал государству о его истории». И вот в переломные для общества моменты, и это заметили исследователи, не только необычайно популярным становится исторический жанр, но кто привлекается в качестве героя этого исторического жанра. И почему часто биетристика становится таким инструментом доступа или выхода, может быть, писателя к широкой массе? Почему в советское время люди зачитывались романы не приколи и так далее? Потому что биетристика – это всегда такой выигрышный жанровый момент, вот в качестве жанровой стратегии, обращенной к широкому читателю, и в то же время это возможность говорить неофициально, а об официально запрещенных вещах, завуалировав их под исторический материал. Вопросы биографии в трактовке Таньянова содержат ключ к его историческому методу. Он пишет, что биография, и даже родословная у поэтов, не только существует, но и вызывается, и даже меняется в итоге сменой лирического героя. Освещается часть биографии, важная в этом смысле. Когда мы говорили о переводах, то мы говорили, переводчик всегда стоит перед двойным заданием. Что выбрать главным, а что сделать второстепенным. Переводчик оказывается зажатым в тиски выбора между тем, что диктует ему оригинальная литература, которую он переводит, и он зажат тисками между теми ресурсами, которыми он обладает со стороны своего языка. Перед такой же дилеммой стоит любой автор исторического романа, особенно когда он пишет биографию человека-глыбы, человека-исторической личности, но при этом почему-то не понятного своим временем, да и не обязательно своим, но и последующим. Что сделать главным, что сделать второстепенным. Что важно и почему важно, с какой точки зрения это важно. Исторический роман представлялся Танянову чем-то вроде психологизированной хроники. И в этом отношении, конечно же, он сознательно деформировал историю, и деформировал он её по сравнению с тем стереотипом, который владел читателем. Для него было важно сделать свободным читателя, свободным от стереотипа, от того ложного шаблона, который он впитывает, начиная со школьной программы хотя бы обучения. То есть любой исторический роман, конечно, играет с вымыслом, потому что пишет человек, который в том времени не жил. Тогда перед писателем встаёт вопрос, а каковы границы этого вымысла, и каков характер допускаемого вымысла? Как решал эту проблему, в частности, связанную с проблемой вымысла с отношением к документу Танянов? Известно, что Танянов, при всём том, что он был обладателем очень редкого и богатого архива о Грибоедове, к документу он относился скептически. Известный писатель Вениамин Каверин, который был супругом сестры Танянова, он писал, он написал воспоминания о Танянове и приводит слова Танянова. Есть документы парадные, и они врут, как люди. У меня нет пиететок к документу вообще. Но это не говорит о том, что Танянов нигилистически относился к документу, он его не отвергает. Просто в том, как его интерпретировать, как с ним работать, как его толковать. И вот своеобразие историзма Танянова в том, как он разработал свою документальность. Для него важна не фактологическая точность, опять-таки, опережая наш разговор, расскажу, почему не любят пушкинисты и не признают до конца его роман «Пушкин». И списывают это за счёт того, что он был болен, он не закончил этот замысел. Потому что в основе этого романа лежит его своеобразная концепция, что у Пушкина была одна любимая женщина на всю жизнь, это жена Крамсина. И вот это его утаённая любовь, его потаённая любовь. И она и гипотеза его научная, которая совершенно по-другому поворачивает проблему адресата лирики Пушкина, проблему его лирических коннотаций и так далее. И эта концепция, эта гипотеза легла в основу историко-литературной концепции романа. Да, и второе, его отношение к документу, его толкование, там, где кончается документ, начинаю я. И вот эта психологическая точность, которая у Тынянова превалирует над фактологической точностью, она нисколько не является для него ущемлением какой-то исторической правды. Для него важно создать ощущение той эпохи, ощущение через колорит этой эпохи, ощущение человека того времени, через него создать его портрет. Тынянов писал, когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман, возникает ощущение подлинной правды. Почему такая психологическая мной, Тыняновам, то есть выдуманная документальность, она может быть более правдива? Да потому что так могло быть, так может быть и было, пишет Тынянов. Надо сказать, что судьба ведь у романов Тынянова, особенно в свете прочтения вслед за его признаниями и его скептическим отношением к документу, была неоднозначной. Так, например, критик Марк Серебрянский характеризовал романы Тынянова как отрицательные, и вот этот ярлык, он на долгие годы обусловил судьбу читательского, судьбу критического восприятия романов Тынянова. И хотя в целом были, конечно, и доброжелательные отзывы, в частности и в отношении романа Кюхля, все-таки вот это отрицание и неприятие, оно было обусловлено сильным доминированием литературной политики над эстетической ценностью произведений. И, с одной стороны, признавая Кюхлю, как роман «Глаззаказы», роман о декабристах, Тынянова критиковали за то, что он показал народное восстание, и показали промежуточную позицию героя и его друзей между царем и народом. И говорили даже о нереальности, о лживости исторических романов Тынянова, об апологичности, бессмыслице, потому что он писал в непривычных для советского читателя приемах, близках к позиции Серебрянского и Удонова. В 1960-е годы есть еще такая историческая вещь «Поиск восковая персона» о Павле. Вот эту восковую персону Тынянова вообще характеризовали как псевдоисторическую, говорили о влиянии на Тынянова декадентских настроений. Вместе с Тыняновым подраздачу попала и Ольга Форш со своим произведением «Одетый камнем». Романы Тынянова как отражение исторического пессимизма, исторической бесперспективности. Тут уже говорили и о Кюхле, и о Вазир Мухтаре. Приводили такие оценки к тому, обвинение в формалистических тенденциях Романа Тынянова ему отказывали в реализме. А реализм, как вы знаете, по истории литературы, начиная со школьной программы, это не только высшее завоевание русской литературы, но это был основной критерием ценности. То есть, когда шла подмена эстетической ценности, подмена идеологического. Как недостаток Романа Тынянова рассматривала, например, у Донова то, что образ кухни не лишен трагизма, а советский герой трагическим не может. Несколько нарушая хронологический порядок нашего разговора, вспомним, что после Великой мировой войны десятилетие мрачное в литературе, и в это мрачное десятилетие создавал, кстати, Оозов Роман Путябая, считалось временем неконфликтной литературы. То есть в литературе советской не может быть конфликтов. И поэтому за эти 50-е годы в советской литературе не были созданы сколько-нибудь ценные произведения. Потому что диктат доминирования литературной идеологии определял судьбу живой литературы. Хотя, если посмотреть с другой точки зрения, можно и найти какой-то момент оправдания, как бы это дико не прозвучало в моих остах, наверное, этой теории бесконфликтности. Почему? Потому что это было время восстановления войны, после войны страны. И понятно, что отношение к диверсии, вот этот феномен вообще подозрительности и трагическая история репрессий, лагерей, всё это, конечно, как-то составило такую, стало источником такой трагической истории, которая по-своему объясняет вот это появление и не случайное появление теории бесконфликтности. Но вот такое отношение героя положительному, как лишённому трагичности, это было одно из основных положений соцреализма. И то, что писатель пессимистически смотрел на декабристов и не видел перспективы и перспективности поколений революционеров, как писали советские исследователи, привели не только к искажённому, трансформированному, деформированному толкованию Тынянова, но и определили на долгое время, конечно, и отношение к дихотомии научного и художественного в творческом сознании Тынянова. Михаил Гаспаров написал в 1990 году статью «Научность и художественность в творчестве Тынянова». Он подверг пересмотру мнения о благотворном влиянии научных изысканий Тынянова на художественное творчество. Он приводит мысль Павла Антокольского «Двойное дарование ложилось ему на отличие тяжестью». Гаспаров вместе с тем, именно Гаспарову принадлежит в своё время мысль, что в Тынянове, но это он писал в 1988 году, боролись не научные и художественные, а теоретико-литературный, историко-литературный талант. Это перекликается в смысле самого Тынянова. Он говорил, «Моя билетристика возникла главным образом из недовольства истории литературы». То есть вы видите в этом признании Тынянова, что он пытался писать свои романы как восполнение лакун белых пятен в истории литературы. То есть он считал искажённой литературу, и вот за счёт трёх героев своих литературных он хотел тем самым дать свою картину, свои видения истории литературы. При этом успех научной гипотезы и её художественного воплощения вызывал у современников Тынянова разные спорные точки зрения. Так, например, по мнению Гаспарова, гипотеза о потаённой любви Кушкина-Карамзиной выглядит достаточно убедительно в романе, но гораздо бледнее в его статье. А Борис Ахимбаум придерживался противоположного взгляда, считая, что главы, посвящённые Жене Карамзина, при сопоставлении со статьей, кажутся бледными и лишёнными научной остроты. Вообще, говоря о своеобразии психологизма Тынянова, нужно иметь в виду такие факторы, такие понятия, как литературная реальность, литературная психология и литературная документальность. Сейчас объясню. Как учёный, Тынянов открыл категорию по литературе видений, вы её будете изучать, которая называется литературная личность. И вот его новое понимание биографизма, его новое понимание авторского ценного сознания, а изучая труды Бахтина, вы будете сталкиваться при изучении работы автора и героевой эстетической деятельности с этими категориями. И у вас есть возможность сравнить Тынянова с Бахтиным, Тынянова как оппонента Бахтина, увидеть и увидеть именно как оппонента не столько научного, сколько художественного, который реализовал свои научные студии и научные взгляды в своих романах. Принципом создания литературной документальности у Тынянова являются так называемые модусные смыслы. Сегодня на предыдущей лекции Игоря Витальевича вы слышали об апелляции к работам ТЮПы с модусами. И вот в своё время, когда я писала докторскую диссертацию о Тынянове, я тоже рассмотрела принципы биографизма Тынянова через систему модусных смыслов. То есть это такие универсальные категории исторического сознания, которые выражают форму литературной документальности. Это такие понятия, как долг, гражданин, раб, измена, русский. Дополнение их модусами страны, сколка, урод, бледный, бешеный, улыбка, желтый характеризует очень интересную формульную поэтику Тынянова. И как он в своём романе Кюхле шёл как формалист, мыслил, думал, но уже пытался отойти от формализма. И он был, конечно, как говорил Виктор Шковский, он делил формалистов, ведь были и отступники, отошли от формалистов, академики Виноградов, отошел Виктор Жермунский. А Тынянов и Хэмбаум Шковский, они на всю жизнь остались друзьями. И как писал в одном из поздних воспоминаний Шковский, с возрастом не обзаводишься друзьями, а с возрастом появляются соседи по лестничной площадке. И вот Борис Хэмбаум и Юрий Тынянов были для него теми друзьями, с которыми он прошёл через горнило всех испытаний, не только литературных неудач, когда пояс подвергли абструкции, когда распался кружок формалистов, когда их подвергали абструкции, но и прошёл через горнило, конечно, житейских испытаний. И вот эта борьба, стремление отойти от формализма, причём не под давлением внешних социальных обстоятельств, тяготевших, когда мог Лафинич, когда арестовывали близких, друзей, соседей и так далее, но и действительно попытка найти какой-то код к истории, которая помогает ему понять отвергнутого этой истории человека, вот что лежало в основе поисков Тынянова. И показывая человека как участника исторического процесса, Тынянов создаёт авторскую концепцию истории. И он думает, а каковы границы отхода писателя, его права отхода от документа и отношения к вымыслу, но создающему у читателя, он же пишет для читателя, ощущение вот этой недостоверности. Поэтому он всегда апеллирует к внутренней точке зрения участников исторического процесса и считает, что является значимым. Если для логики соцреализма значимо то, что имело значение для истории страны, для Тынянова важна ценность отдельного человека, того отвергнутого человека, значимо то, что является значимым с его точки зрения. То есть речь идёт о реконструкции не объективных, в отличие от марксистской логики, а субъективных моментов, которые стали импульсом тех или некоторых действий. И в то же время он создаёт множественность этих кодов и говорит, что его герои — это рубежные личности, это герои, которые жили в переломной для общества истории времени. И говоря вот этой внутренней переориентации, исторической, литературной, культурной, Тынянов говорит, что с одной стороны он пытается дать свой вариант соцреализма, расширить этот метод. А за счёт чего? За счёт того, что он берёт за основу модель классического русского исторического романа. А с другой стороны он создаёт нехарактерное, нетипичное для соцреализма явление, которое условно можно назвать историческим романтизмом. То есть он пишет в духе аллюзий. И вот эти аллюзии для него — это есть та анонимная концепция исторической правды, которая воскрешает для нас средневековую Русь, времена её родства, как института правоискательства. И в этом отношении в трилогии Тынянова, в трёх его романах, можно увидеть три варианта русской истории о Софии. В 1920-е годы движение от романтического направления от Кюхельбекера к Пушкину. И необычность Кюхли для современника Тынянова была в том, что он создаёт роман в духе и в традициях карнавальной культуры. Он показывает чудака, и он показывает его эмоциональное Вильгельмам и Кюхельбекерам ощущение революции как стихи. Триумф переживаемой Кюхли носит такой парадоксальный характер праздника на фоне переживаемой чумы. И вот этими элементами мистерии, буфонады, феерии, карнавальности проникнуты очень многие, в том числе трагические сцены романа. И тем более это было необычно, что у советского читателя на другом полюсе развития исторического романа был другой образец, другая парадигма в виде романа Алексея Толстого. Вы, наверное, помните, что когда, ну не то, что помните, а вы будете обращаться к материалам и альтернативного толка. И вот в конце 80-х годов стали появляться материалы такого разоблачительного, сенсационного характера, да, касающиеся биографии Толстого. И в частности Добренко, он живёт в Германии, да, Евгений Добренко, написал, я помню, такую статью, которая произвела вот впечатление шока, да, для людей, воспитанных на советских стереотипах, и падает с ремглав, я пробуждался. Он там писал о том, что, да, вот в советской науке подаётся под благовидным предлогом мотивы возвращения Алексея Толстого, а вернулся он потому, что сбежал от кредиторов, но ведь при этом того значения талантливых произведений Алексея Толстого, написанное в советское время, никто не может отрицать, да. И хотя, да, действительно, роман Пётр I — это роман соцзаказа, где он вывел образ Сталина, да, сопоставив его с Петром I и его значением для России, тем не менее мы не можем отрицать, насколько это произведение действительно высокого художественного совершенства и сыгравшее поворотное значение для советской литературы. Но вот на другом полюсе от этого романа стоял роман Кюхля с его неудачником, с его метафорами, с его символами и гротесками, что было абсолютно не логично, не вписывалось в логику соцреализма. И вот поднимая две крупных проблемы судьба художника на стыке эпох и судьба художника как испытание истории, на самом деле Танянов подобно своим отвергнутым современниками истории и героями, он тоже оказался в таком же положении непонятого чудака, потому что на языке аллюзий, на языке символов гиперболы и гротесков писать о революции, о декабристах было нельзя. И в этом, и в этом, конечно, сказывается принадлежность Танянова той формальной традиции, которая очень, которая на длительное время была изъята из научного и художественного оборота, и в 90-е годы, к 90-м годам о Танянове было написано четыре диссертации в Западной Европе, в Германии и Англии, а в России по пальцам можно было пересчитать, это была диссертация Петановой Анны, защищенная в Московском университете, потом было еще одно небольшое исследование, то есть и до сих пор Танянову, ну не сказать, что он обласкан исследовательским вниманием, и это во многом связано с тем, что и сам формализм как школа, как методологическая школа, не совпадавшая, со многими принятыми воззрениями, на текст была изъята обороты, и хотя она, русская формальная школа, популярна на Западе, и с 90-х годов вместе с Бахтиным начинается возврат формалистов, интерес к ним, и повторное изучение, да, и было признано, например, что учебник Томашевского по теории литературы написан в 1936 году, продолжает оставаться лучшим учебником по теории литературы, реабилитация вроде бы состоялась, да, формалистов, в том числе Тынянова. У Тынянова относительно была благополучная судьба, он избежал репрессий, он мог публиковаться, да, издатель заставил изменить название его монографии по стиховедению, да, но тем не менее эта книга вышла с искаженным названием, но не искаженным содержанием, а в такой борьбе Тынянова с издателем мы сдаем из примечений покойного уже Чудакова, Алексея Чудакова. И вот то, что через комизм в Кюхле, через карнавальность показывает Тынянов трансформация общественного сознания, это было, конечно, не только нетипично, было парадоксально для советского читателя и критика. Далее, в предисловии к дневнику Кюхельбекера Тынянов писал, Кюхельбекер был создан для литературных неудач, а Эхенбаум приводит слова Братынского, Кюхельбекер был рожден для любви к славе. Асимптоматично мнение о Кюхле Белинкова. Тынянов написал роман о том, как история вынуждает людей действовать не самопроизвольно, а в строгом соответствии с ее требованиями. Личная и общественная судьба в романе совмещены. Вообще, для Тынянова всегда были характерны, конечно, две крайности. Я как-то мало говорю о другой крайности, что все-таки в силу того, что это не был запрещенный писатель, изъятый из оборота, но все-таки в недавнем прошлом формалист, то его временами пытались подтянуть до бытовавших канонов соцреализма. И вот одно из характерных мнений, которое отражает достаточно точно понимание сути Тынянова и его метода, то, что его историзм Тынянова не отделим от его психологизма. Рисуя образ Грибоедова, Тынянов вовсе не отказывается от проникновения в психологию своего героя, но, идя путем, найденным в кюхле, Тынянов в психологии стремится связать с историей. Он хочет понять жизнь Грибоедова как трагедию, порожденную не только особенностями его характера, его природными дарованиями и задатками, но и русской действительностью. Он хочет раскрыть историческое содержание, исторический смысл трагедии. Тынянов писал, что основным пунктом в отношении Кюхельбекера к истории была его вера в совершенствование человечества. Его Америка это будущее России декабриста. Травестирование оказалось по существу мистификацией у Тынянова. У него юродство героев в том, что он не совпадал с установками своих современников. И говоря о странности Кюхельбекера, писатель говорит о несовпадении героя с миром. По этике Кюхли мода странной имеет принципиальное значение. Не столько характерологическое, сколько психологическое разрешение ситуации. Но вместе с тем странной это рекомендации героя. Причем странной не только герой, странное его окружение, странное помещение, где он находится. Странно, когда Дельвик нескромно прижимается к Софии, странно, когда Софи не пускает пьяного мужа. В моду сестра странной зафиксирована оппозиция героя официальной идеологии. Странной представляется речь Куницына о государственном человеке министру. Странная официальная идеология обретает отрицание в исторических смещениях и социальных катаклизмах. Отсюда странная неловкость Николая перед присягой. Шпион маленький и странный человек. Карета Горчакова, который приехал из Лондона давать присягу, также странная. Человек в модели генерального штаба Трубецкой, которого узнает император странный, странный становится в поэтике Тайнянова символом грядущего возмездия, катастрофы. А по мере развития романного творчества моду странный не только уходит из словаря Тайнянова, но он теряет свое сакральное значение. В Азермухтале странный появляется, но совсем другой коннотации. Странный становится приемом характерологии. Говорится о странном нраве Грибоедова. То ребячлив, то неприступен. Горд. Человек неприятный, но иногда ласковый. Для Леди Макдональд словосочетание поэт и странный человек становится знаком уподобления Грибоедова Байрону. Мотивация модуса отсылает к романтической традиции. Вспомните, это аналогично тому, какой глубокий символический смысл имела семиотика скуки у Лермонтова и у Пушкина. Скука как неудовлетворенность человека своей жизнью и своей деятельностью. В Пушкине опять появляется моду странной, но это приобретает уже третий вариант значения. Странной становится уже синонимом правильного. То есть фактически это находится на другом конце однажды взятой за основу метафоры. Со странной усмешкой говорит Малиноский о пожаре Москвы. Это не французы жгут Москву, а россияне и рассказывает воспитанникам об Ольгиной месте. Странный служит намеком на историческую параллель, приводя к переосмыслению традиционных понятий. Странным называет поведение Вильгельма гувернер, имея в виду правильное пристойное поведение. Особое место имеет модус смешной, который также переживает эволюцию словарей Дынянова. Если в кюхле смешной употребляется через запятую с модусом страшной, то в Пушкине усиливается вот этот оттенок трагического. И если в кюхле появление модуса смешной очевидно в силу вот этой карнавальной стихии и типологии юродства, то соседство смешного и страшного в романе Пушкин это уже отчуждение героя. Поступки, жесты и слова юродива одновременно смешны и страшны. Они вызывают смех своей таинственной скрытой значительностью, пишут Лихачев Панченко Панерко. Юродивы это дурак, но критика действительности его критика настроена на несоответствие христианским нормам в понимании юродива. Как дурак он действительно говорит не в попар, но как христианин не терпящий компромиссов он говорит и ведет себя как раз так, как должно по нормам христианского поведения в соответствии со знаковой системой христианства, пишет академик Лихачев. Портрет Кюхельбекера в этом плане написан в высшей степени трагический. Особое место в поэтике и словаре Танянова имеет модус бешеный, который реализует проблему репутации. Еще в лице проявив необузданность, особенно вопросов чести, Кюхельбекер прослыл отчаянным и бешеным, он был бретер, смерть его не страшила, он слыл бешеным. Есть в словаре Танянова модусы скука и тоска, это знак отношения человека к миру, это традиция, воспринятая им от Пушкина, но тоска и скука в то же время, и тут уже идет расширение Таняновым не только пушкинской традиции, но и его расширение формализма, переход к социализму, на расширение социализма за счет каких-то новых найденных им приемов. Тоска и скука это знак драматической миронеустроенности, знак грядущей трагедии. Минуту близкого ареста Вильгельм чувствует тоску, он не чувствовал страха, только скуку, тягость, в теле была тоска. Условно говоря, скука становится судьбой героя. Та самая тоска, которая гнала Грибоедова в Персию, а его кружила по Европе и Кавказу, завертела теперь его по Сибири. В Азермухтаре скука становится знаком безвремени. Скука отличной неудовлетворенности разрастается до скуки как общественного состояния. Причем интересно пишет Тынянов про Азермухтара. Он отсиживался здесь, и скука была естественна. Но в пятую ночь скука была другая. Она постарела. Скука стала законом, который управляет всем миром. Скука была везде. Государства строились, уставлялись как комнаты, чтобы запомнить скуку. Войны возникали из-за нее, и театральные представления. Люди дрались на дуэлях, сводничали, клеветали, и все из-за нее, из-за скуки. В пушкине скука носит драматический характер. Скучное становится синонимом страшного. Интересно и формульное поэтика Тынянова, которая проявила семиотики цвета. У него часто повторяются и становятся симптоматичными цвета желтый, бледный и бледно-голубой. Но я не буду отвлекать ваше внимание на это. Можно говорить и о цитатности Тынянова, о разных вариациях смерти, которые показывают необычного трагизма достигает тема смерти Вазир Мухтареви. вероятно, помните, да? Это неожиданная встреча Пушкина с трупом Грибоедова описана Пушкина в путешествии во взрум. Помните, едет возница и на подводе какой-то труп обёрнутый. Он говорит, кто там? Грибоед. И вот эта усечённость, она тоже является каким-то особым знаком драматизма. Вот эта деформация тела, человеческого, формалистской техники, это знак деформации общественного сознания. когда человека отправили на заклание. Вообще, исторический роман Таньянова, особенно о Пушкине, о Кихельбекере, это история о двух безумцах. Их безумие состояло в том, что они не разделяли понятие общей и личной судьбы, в том, что для истории социальной, истории государства, они были сынами отечества. Большое значение, конечно, в юношеском романе имела тема дружбы, тема предательства, тема верности идеалам. Их тоже он решает в таком интересном характере травестирования. И вообще, поскольку это роман для юношества, то романтизация привела Тынянова к очень необычным метафорам. Например, восстание он сравнивает с путешествием. Пушкин называет моряком, Рылеева капитаном, использует метафоры истории, как ледяного ветра. Характер травестирования в Кюхле принимает метонения. Я хотела сказать, уже не буду к слайдам, отвлекаться времени, да, мало, о смерти Вазир Мухтара. Тынянов писал Грузиеву, «Вы назвали мою книжку грустной?» Это, конечно, так и есть. Самый грустный человек 20-х годов был Грибоедов. И только после смерти, говорит Тынянова, призадумались, почему не знали, свалили на горе, а ведь это был великий человек, а раньше как-то этого не замечали, загадочная история. И думая все время об истории, и истории литературы в том числе, и пытаясь восполнить или скорее даже реабилитировать трансформированную искаженную историю литературы, Тынянов пишет роман. И ключ к личности Грибоедова Тынянов, Шкловский вернее, видит в том, что он человек уничтоженного поколения. Пытается понять Грибоедова Тынянов через его современника Чаадаева. Общность их судьбы в том, что это класс поврежденных европейцев, говорит он. Вернее, поврежденных полуевропейцев. Во вступлении к смерти Вазир Мухтара Тынянов говорил о поколении декабристов. Они узнавали друг друга потом в толпе 30-х годов, люди 20-х. У них был такой масонский взгляд, знак, взгляд такой, и в особенности усмешка, которую другие не понимали. И вот создавая своих героев и свои исторические романы, Тынянов объединял их вот таким масонским, непонятным или непосвященным знаком, вот такой иронией, которая расширяла возможности соцреализма и тоже говорила о том, как Тынянов выходил за рамки соцреализма. Говоря вообще о смерти Вазир Мухтара, в свое время Бориса Хэмбаум указал на слово о полку Игореве как один из важных смысловых подтекстов этого романа. На это, кстати, обратил внимание и Владислав Ходосевич, когда написал статью «Слово о полку Игореве» примерно за две недели до статьи о грибоедове Хэмбаума. И во многом этот смысловый подтекст объясняет неприятие романа Тынянова именно в аспекте фатализма. Интерес к проблеме фатализма в романе обострялся в разные годы, и этот интерес всегда носил разный характер. И вот эта разница зависела, конечно, и от того, как понималось соотношение билетристики и науки в романе. И зависит еще много от того, какое угловоззрение, как исходную точку для критического анализа принять. Причиной неприятия социального пафоса романа и обвинения в фатализме опять была насыщенность романа о людях, которая была характерна и для раннего романа Кюхли. Хотя, наверное, было бы справедливо говорить не о фатализме романа, а о фатализме истории как предмете художественного изучения. А вообще у этой истории обструкции, у начала этой истории была статья Эльсберга Тынянов и Грибоедов, в котором Тынянова обвиняли как проводника буржуазной исторической теории. И на самом деле спор вокруг Хватир Мухтара был спором о методах изображений истории и о характере историзма. И если формалисты видели, правоверные формалисты, друзья Тынянова, Шкловский, Эхимбаум, Роман и Капсон видели ценность романа фактической верности и точности, то для соцсериалистов это был роман ущербный, который был псевдоисторическим, не имел исторической мотивировки. Хотя, конечно же, здесь по сравнению с Кюхлей еще более усложняется театрализованная атмосфера романа. И новое осмысление историзма протекает и в лоне философской трактовки измены, двоеверия. Судьба Грибоедова как компромисс судьбы человека близкого декабристам, но по логике государственного долга призванного служить царской администрацией в лице Натилерода, Родофиникина, Паскевича все-таки человек сумел выйти на уровень служения истории, поэтому сознательно идет на верную смерть. Поэтому трактовка Грибоедова как изменника, мотив двойничества, когда между Грибоедовым и его литературным героем Молчалиным ставили знак равенства и такое прочтение, не имевшее никаких логических оснований, к сожалению, тоже было одним из контекстов прочтения романа. И не учитывалось то, что вот эта сама историка географическая топонимия, Москва, Петербург, Тихлис, Персия, Кавказ, это не только исторические объекты, но это исторические субъекты, которых Тунянов поднял на один уровень с исторической персоной Грибоедова и пытался показать через мифологическую трактовку вот этих базовых концептов судьбе человека, прочертить какие-то ключевые моменты для понятия долга и чести в сознании человека 30-х, эпохи безвремени для России и вот это были такие интересные способы художественного воздействия на читателя, когда Тунянов отступает от стереотипов Востока и когда показывая революцию как войну площадей, персонифицируя проблему человеческой воли, поэтому смерть Грибоедова рисует в таких коннотациях смерть русского чиновника по необходимости, русского поэта, в чьих узких цепких пальцах была сосредоточена восточная политика Англии. Главнокомандующий и заложник, полководец без солдат, главнокомандующий без фронта, он не только разъел судьбу своего поколения, но позволяет нам увидеть в историческом романе Тынянова и шекспировский слой, если мы вспомним короля Лира. В Азермухтаре отсутствие дома символизирует отсутствие почвы под ногами. В связи с приобретениями разорявшейся матери Настасии Федоровны все было неудавшаяся Азия, разорение и обман. В Пушкине отсутствие дома, бездомье принимает принципиальный характер. В Захарове, которое купила Мария Алексеевна, бабушка Пушкина по матери хозяева жили, как в гостях. Пушкины были пустодомы, все большая обрушенность была везде в доме, поэтому лицей, второй дом, вторая родина. И в романе Пушкина мы находим завершение такой метафоры, которая была характерна для первых двух романов. быт это способ подчеркнуть одиночество героя. Интересно, что роман Танянова о Грибоедове получил оценку немого психологизма. Весь Вазир Мухтар построен на внутренних монологах Грибоедова. И если сквозной прием кюхли был определен исследователями как голова сердца, то в романе Смерть Вазира это мотив превращения. Я не имею к сожалению возможности и времени говорить о том, что для прочтения романа Вазира Мухтар большую роль играет философская концепция, точнее дихотомия Грибоедов и Чаадаев. Образ Чаадаева подсказывает контекст сюжетной философски не присутствующей в романе. Скроет аллюзии из области исторической мифологии чуть выше мы говорили о концепции Москвы как Третьего Рима в связи с Достоевским. Вот здесь аллегорически сюжетно он заявлен в связи с фигурой Чаадаева и спорами Грибоедова и Чаадаева о судьбе христианства. Подводя итоги историческим романом Атаньянова я хочу обратить ваше внимание что его трилогию три романа в плане лекции через двоиточие я постаралась указать на ключевые моменты характеризующие не только своеобразие Таньянова создания исторического романа но его выход за рамки формализма и его несовпадение с соцреализмом двойную кодировку соцреализма это отношение с одной стороны в духе соцреализма нравственного самосознания государственного долга но выбирая проблему отношений личности и истории и давая очень своеобразную художественную интерпретацию историзма Таньянов прежде всего впервые вводит в лона исторического романа психологизм как фактор историзма придает совершенно новую жизнь билетристики в духе соотношения билетристики и науки писали многие современники скажем и романы о Достоевском создавались Львом Гейнсбургом и там Три цвета времени и так далее писали и другие романисты Виноградов например но это ведь было время монологизма советской литературе 30-40-е годы и в этих условиях не только вернуть в обороты реабилитировать отвергнутых историей людей но через судьбу художника показать переломное время для России и повторение истории в ее циклических поворотах это было громкое слово Тынянова уже не как формалиста для своего времени и когда происходит и то что это происходит в период авторитарного правления обращение биографии художника который своей биографии олицетворял значимые страницы в истории культуры это означало подъем национального самосознания в отдельно взятом творчестве художника и в этом плане симптоматичной установки Тынянова на классическую структуру романа теперь я хотела бы перейти к следующей теме и сказать о том что смерть Казир Мухтара роман который пережил очень сложную судьбу с точки зрения трактовки фатализма был отправной точкой для создания романа Ауэзова Путь Абая здесь если применительно к историческому роману Тынянова мы говорили о полемике и маневрировании писателей между формализмом и соцреализмом то здесь маневренность такая где-то сознательная где-то вынужденная где-то обусловленная детерминированная Ауэзова заключалась в поле таких двух проблемных зон безусловно критика романа Вазир Мухтара была для него отправной точкой зрения он говорит я все время думал как не надо писать роман но так же как вот я вам приводила курсовые работы Тынянова Достоевский спорил с Гоголем а не было более верного и последовательного ученика вот так парадоксально сложилось что пытаясь писать не так как писался роман Вазир Мухтар Ауэзов пошел ровно теми путями ну конечно не во всем со своими приемами об этом я тоже буду говорить но все же в базовых каких-то концептуальных вещах он повторил установки Тынянова касающиеся и отношения истории и билетристики и билетристики и науки и отношения к документу там где кончается документ там начинаю я у Грибоедова был архив у него была наука у Ауэзова не было истории он писал воспоминания читал по лицам людей по их морщинам по этим складкам обветренных загорелых прокопченных яиц там сидела история в их лицах и рассказы что за шестую презентацию поэтому ключевая тема шестой лекции обозначена как рецепция русской литературы и социореалистический канон и пусть вас не пугает большой развернутый план я постараюсь вложиться в отведенное нами академическое время но предлагая такой развернутый план я хотела отразить невозможное в рамках отведенного времени такое референтное проблемное поле с одной стороны конечно писать биографию когда ты не располагаешь архивом а располагаешь только устными воспоминаниями а устное оно всегда эмоциональное оно нерассудочно оно субъективное но ты не над располагая архивом он тоже создавал литературную документальность и он говорил моя задача создавать не объективные а субъективные моменты истории ведь так могло быть ведь так было наверное да он писал и вот примерно такими принципами может быть оформляя их в других словах шел ауэзов вообще о бауэзове в советское время говорили как о классике как о писателе соцреалистического толка но наверное правильнее было бы говорить о синтетическом соотношении в его методе традиции соцреализма критического реализма и просветительского это связано с тем как развивалась казахская литература дело в том что у нас очень долго бытовала устная традиция и когда появилась письменность и развивалась книжная традиция то на протяжении 50 лет устная традиция бытовала наряду с письменной поэтому было очень сильное влияние устной традиции на книжную у нас не было драматургии не было театра а это появилось с переводами в 30-е годы была казахская не сказочная проза художественная проза в ее жанрах в рассказе в повести она появилась тоже благодаря переводам но наверное в силу каких-то особенностей менталитета роман называли роман эпопеи он был достоин сталинской ленской премии но наверное все-таки говорить будет правильнее не романе эпопеи а первом историческом романе и дело даже не в объеме а в том что не было прецедента художественного первыми казахскими романами считаются романы из Пандьяра Кубеева Султана Махмута Турайгырова кстати это романы написаны в стихотворной форме но если подойти с точки зрения академической то наверное это были все-таки не романы а написанные в жанре влияния романических пудостанов лирические повести так наверное было бы точнее и в этом отношении конечно но и не только в этом отношении я в своей диссертации монографии постаралась обосновать что это все-таки первый исторический роман первый роман вообще исторический в том числе и постаралась рассмотреть опять-таки вслед за анализом поэтики Танянова с точки зрения модусов социального сознания и этнического и если мы говорим о своеобразии Аозова как казахского исторического романиста то он совместил в себе две фигуры две персоны он выступил и как биограф Абая написав впервые о нем и в то же время он выступил как мифологизатор но не в отрицательном смысле этого слова а в том смысле что не было тогда еще научной историографии когда он начинал когда он писал роман да и то что он опирался на устные свидетельства воспоминания рассказы и то что его авторская концепция истории это не совсем та авторская концепция которая была у Танянова и я пытаюсь об этом сегодня вести речь говорит о том что у нас есть основания говорить о нем как о мифологизаторе в том смысле что да он создает какую-то свою концепцию но мифологическом ключе я хотела бы обратить только на несколько таких спорных моментов в истории создания в плане прочтения не углубляясь в сам роман и в какие-то теоретические вопросы поскольку это достаточно сложно я понимаю я буду делать упор на то совпадение которое есть рецепции русской литературы да и совпадение с Таняновым в большей степени потому что изучая критику вокруг романа естественно Аузов изучал и сам саму кухню да лаборатории создания романа и если очевидные установки Танянова на классическую модель романа то для Аузова таким ключом к прочтению личности биографии Абая явилось его творчество в роман Аузова вошли 40 произведений народной поэзии 40 произведений Абая и надо сказать что казахские издания и русские переводы Аузова это два совершенно разных не имеющих отношений друг к другу текста объясню роман Аузова издавался на казахском языке с 48 года это был человек да его и сажали в молодости в тюрьму и заставили Аузова отрекаться я сейчас чуть позже приведу письмо покаянное которое его заставили опубликовать на страницах правды в обмен на свободу но вот с одной стороны и обласком лауреат премии достаточно благополучный да но этот человек неустанно работал над совершенствованием своего романа и каждое последующее издание на казахском языке романа Путь Аузова не совпадает с предыдущим вот если взять динамики все издания на казахском языке нет двух совпадающих изданий это говорит об огромной работе и личной ответственности Аузова дело в том что казахском обществе тоже неоднозначное отношение к Аузову и в частности из-за такого факта у него роман начинается с казни Кодара толпа побивает его и его невестку камнями и за то что якобы свек раступил запрещенную связь со своей невесткой это была неправда это знали все жители аула но так решил Кунанбай отец Абая что надо на его примере показать власть его надо его наказать и его побили сцена выдумана в жизни не было реальной основы для такой сцены Кунанбай в свое время отец Абая совершил паломничество в Мекку это сейчас модно в Казахстане в странах Центральной Азии совершать хадж покупается путевка садится человек на самолет съездил получил сан на самом деле по строгим канонам шариата хадж нельзя совершать ну понятно что здесь уже форматирует время пути транспортного сообщения нельзя ездить совершать хадж на деньги взятые в долг ты должен сам на ногах пройти и Кунанбай для того чтобы совершить хадж отправился в длительное трехлетнее путешествие своим верным слугой с подводой с каким-то запасом продовольствия и он построил там для сирот мечеть построил постоялый двор они были разрушены казахские бизнесмены богатые точного места нет где находилась эта школа для сирот и постоялый двор они отстроили гостиницу на предполагаемом месте и есть такая легенда что Ауэзов ездил на могилу Кунанбая он ведь один из потомков Абая просил прощения за то искажение которое чревато вообще-то вопросами чести он не просто исказил он не просто приписал ему варварский и недопустимый какой-то поступок а это серьезное нанесение ущерба его памяти это оскорбительно для его памяти но как делает это Ауэзов как он реабилитирует себя для казахского читателя но что совершенно уходит из перевода как многие вещи он приводит первые четыре строчки стихотворения Абая а там каже болды то есть один из моих предков был каже то есть святой тот который совершил паломничество в Мекку и тем самым он уже реабилитирует себя он говорит это была его уступка социализма это была его уступка власти необходимость вывести Кунамбая вероломным жестоким и показать его очевидную неправоту вот в этой суровой и страшной сцене когда камнями побивают этого старика Кудара и его невестку а Кудара это друг юности Кунамбая что тоже очень важно и когда но в русских переводах два тома как однажды был переведен роман с тех пор повторный перевод был совершен Анатолием Кимом вот два года назад все понимали что переводы плохие ко всем юбилейным датам издавали и переиздавали все те же переводы где много неточностей где отсутствуют сцены которые есть в казахских изданиях романов и не только Авозов совершенствовал свой роман он вводил сцены которые реабилитировали его по мере ослабления вот этого тоталитарного дискурса и позволяли ему говорить больше правды о том времени но к сожалению первый том был переведен коллективом авторов под руководством Леонида Соболева вернее нет первый том авторизованный там написанный перевод то есть тем самым Ауза же понимала разницу между русским переводом и казахским источником он брал на себя ответственность за качество состояния перевода и он понимал то прокрустово ложе в которое был помещен переводчик эпохи соцреализма а второй том вообще переведен группа авторов там разные главы разными вы понимаете единство добиться было крайне сложно и поэтому два года назад Анатолий Ким посвятил год жизни он жил в Алма-Ате для него составили подстрочник потому что составление квалифицированного подстрочника с примечаниями это большое подспорье в работе создания адекватного оригинала но я хочу привести некоторые а я уже не буду о модусах говорить чтобы не утомлять но в плане того что это первая биография Абая я хочу привести некоторые интересные моменты из жизни самого вызова чтобы его судьба помогла вам объяснить не его виляние не его лавирование ради почте ради славы и так далее а детерминированность судьбы наверное советского художника той эпохи распространенный вариант зависимости когда он не писал в стол и кроме того это осложнялось тем что это был национальный писатель который на родине подвергался достаточно серьезному прессингу во первых его признание в собирании материалов об Абая имело свои любопытные особенности незнакомые большинству авторов исторических романов дело в том что о жизни работе внешности и характере Абая нет ни печатных ни письменных данных ни личного архива ни дневников ни писем ни мемуаров ни даже просто зафиксированных на бумаге воспоминаний о поэте из жизни и деятельности поэта прошлых времен я отбирал то что дорого и памятно для последующей истории да еще маленький момент в романе документально историчны имена действующих лиц подлинны названия урочищ здесь вымышленного мало это к проблеме вымысла здесь вымышленного мало зато отрывочные данные которые мне удалось отобрать о тех или иных событиях в каждом отдельном случае нужно было дорабатывать изображать возможные допустимые для той эпохи и среды ситуации предстояло за конкретными фактами по разному истолкованными современниками увидеть и понять историческую сущность движущие силы исторического процесса и здесь социальное обоснование поступков людей о которых я писала приобретало особое значение определяя их психологический облик то есть вы видите что и для Атынянова и Алызова важнее создания фактологической достоверности была достоверность психологическая как они ощущали в то время как это могло быть тогда и как оно вероятно было на этом спасибо большое за терпение и внимания спасибо 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 спасибо